Воронежская группа 7 июля Юра собирался отпраздновать свое 36-летие, а 8 июля должен был сниматься в программе нашего телеканала «Музыкальный гребешок». Судьба, увы, распорядилась по-иному. Многие люди, хорошо знавшие Хоя, отмечают, в его смерти есть доля мистики. Последний программный альбом «Сектора газа» с забавным названием «Восставший из зада», выходящий осенью, 13-й по счету, в нем 13 песен, а в этом году группа собиралась отпраздновать свое 13-летие. Кстати, Хой всегда считал, что Бог любит и хранит его, чему было много подтверждений, поэтому во внезапную смерть Юры верится с трудом. До сегодняшнего момента мне даже казалось, что это какая-то злая шутка, а вчера, когда мне позвонили, я вообще даже не поверил сначала даже. Юра Хой был исключительно талантливым человеком. Это признавали даже те, кому не нравились его песни в открытом стиле «Жлоб рок». А что же говорить о его друзьях и коллегах? В общем, я благодарна Богу за то, что он был, за то, что был рядом очень много лет, за интересную музыку, смешные, веселые тексты. Умирать он не хотел, он хотел жить долго и должен был жить долго. Всего неделю назад Хой делился с нами своими планами. У нас план один – делать музыку, то есть выполнять непосредственно свою обязанность, чтобы народ слушал и тащился. После Юры остались песни, альбомы, недоснятый в Воронеже клип и две дочери. Но еще осталась его вера в лучшую жизнь. Но мы пройдем с тобою путь через туман. Но мы пройдем с тобою путь через туман.